Ивановский ОМОН отмечает день рождения. 21 июня 1993 года был подписан приказ о создании отряда особого назначения в Иванове. Сегодня 24 года со дня образования ОМОН-направления Росгвардии по Ивановской области. Это ежегодный праздник, это самый важный праздник для бойцов Ивановского ОМОНа. За годы существования отряда было много опасных командировок, заданий на пределе возможностей, но неизменно любой ценой бойцы ОМОНа выполняли поставленные перед ними задачи. Сейчас они в составе войск Национальной гвардии и по-прежнему служебный долг для сотрудников отряда превыше всего. В ОМОНе служат настоящие мужчины. Бойцы этого спецподразделения всегда готовы выполнить задания. Для поддержания хорошей физической формы ОМОНовцы не жалеют ни сил, ни времени. Для многих поступить на службу в отряд особого назначения было мечтой детства. Отец у меня служил в ОМОНе с самого начала, а я маленький был, смотрел на него, всегда гордился, хотел пойти по его стопам и пошел. Для меня моя работа – это жизнь. Я себя в другом, можно сказать, не вижу. То есть моя работа мне нравится, я ее люблю, мне нравится коллектив, нравятся отношения на службе. То есть и сама по себе работа очень интересная. К празднику ОМОНа, но именно они и сегодня дарят подарки. В честь годовщины образования отряда сотрудники подразделения пригласили пройти специализированную полосу препятствий своих подшефных из детского дома «Звездный», а также воспитанников спортивных секций. Приготовиться! «Помогай, помогай, все! Стой, сам пошел!» Именно в таких условиях бойцы ОМОНа тренируются преодолевать любые преграды, будь то водная стихия, стены или высота. Для ребят все так же, как и для действующих сотрудников. Разве что меры безопасности еще строже. Так и есть, полоса самая настоящая. Мы постоянно здесь тренируемся. Но для детей мы ее чуть-чуть упростили. Задание немножко проще. Но для детей довольно-таки тяжелое. Команды стартуют по очереди, проходя этап за этапом. Полоса препятствий – испытания на прочность не только физических возможностей, но и внутренних качеств. Для того, чтобы пересечь реку на плоту или на высоте 10 метров перебраться по канатной переправе, нужно быть бесстрашным и решительным. И именно такими качествами должен обладать истинный ОМОНовец. И, возможно, в числе этих спортивных и смелых ребят – будущие бойцы Ивановского ОМОНа. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново, Лежневский район.